Не все деревья хорошо уживаются рядом друг с другом. Вот поэтому нельзя сажать рядом малину и яблони. А есть деревья, которые очень отрицательно влияют на соседей. Здравствуйте! Когда мы сажаем плодовые деревья и кустарники, мы учитываем освещенность, мы учитываем требования к почве этих кустарников, мы учитываем южная сторона дома, северная сторона, защищенные от ветра, незащищенные ветра. Но мы забываем еще об одном очень важном факторе. Не все деревья хорошо уживаются рядом друг с другом. Есть плодовые деревья, которые положительно влияют на соседей, а есть деревья, которые очень отрицательно влияют на соседей, и они практически не уживаются друг с другом, и мы теряем в урожае. Ну, например, классическое сочетание яблоня и малины. У малины корневая система поверхностная, и она располагается в верхнем корнеобитаемом слое почвы. А у яблони корневая система находится глубже. И малина из поверхностного слоя забирает все питательные вещества, которые не достаются яблоней. И яблоня страдает от недостатка питательных веществ. И даже если мы яблоню подкормим еще раз, то основную массу удобрений к себе оттянет малина, и яблоня опять мало достанется. Первую обработку от вредителей и болезней яблони мы делаем до распускания почек. А потом, после окончания цветения, когда уже образовались завязи, мы делаем еще одну обработку яблонь от вредителей, потому что как раз вот этот момент отрождаются гусеницы, и они начинают активно поедать молодые листики наших яблонь. Нужно их уничтожить. И в это время плодоносит малина. И все ядохимикаты, которыми мы опрыснем яблоню, попадут на малину. А малину нужно обирать. После обработки любым ядохимикатом какое-то время, от 10 до 25 дней, в зависимости от ядохимиката, нельзя употреблять в пищу плоды. И тогда получается, что мы 20 дней в среднем малину не сможем собирать. А за это время ягоды, конечно, уже испортятся. Вот поэтому нельзя сажать рядом малину и яблони. Но и другие растения также угнетают друг друга. Например, яблоня угнетает вишню, черешню и абрикос. Сажать их вблизи не стоит. Вишня и черешня, в свою очередь, угнетают рост яблони, груши, смородины, персика и абрикосы. Нельзя сажать рядом малину и землянику, потому что у них общие вредители. И они будут перемещаться от одного растения к другому. Обработка происходит в разные сроки, плодоношение происходит в разные сроки. Хотя они и близко друг к другу, сроки плодоношения малиной и земляники, но все равно они немножечко расходятся. Для чего Хитсад производит такое разнообразие товаров для обустройства сада? Чтобы вы смогли качественно, стильно и быстро преобразить свой дачный участок, Купи все необходимое в одном месте. Груша не переносит соседство с сиренью и грецким орехом. Они очень негативно друг к другу относятся. Персик угнетает молодую порсль абрикосов. То же самое сажать рядом эти растения нельзя. При закладке плодового сада, при выборе места посадки плодового растения, плодового кустарника, нужно руководствоваться не только освещенностью, не только почвой, но и соседством, какие растут растения рядом. И сажать лучше группами. Если у вас, ну, вы хотите посадить несколько яблонь, несколько груш, несколько вишен, то посадите группу яблонь, посадите группу груш и потом уже группу вишен. И вот эти растения, которые негативно друг к другу относятся, можно отгородить условно посадками, ну, хотя бы ирги, чтобы они, ну, так друг на друга сильно не влияли. И тогда у вас растения будут хорошо развиваться, у них не будет вредителей совместных, у них не будет дефицита и борьбы за питание, и сад будет цветущий и хорошо плодоносящий. Всем привет! Часто ли у вас бывает такое, что выращивание рассады доставляет вам не удовольствие, а одни только проблемы? Очень часто ящики с рассадой просто не помещаются на вашем подоконнике. Нельзя открыть форточку для того, чтобы проветрить помещение, так как будет очень холодно и ваша рассада может замерзнуть. При посадке и поливе рассады очень часто на мебели остается грязь и следы от полива. Вам мешаются мешки с землей и удобрениями, а также некуда повесить инструменты. Так необходимую для вашей рассады досветку просто некуда повесить. Если вам знакомы все эти проблемы, у нас есть для вас готовое решение. Высокая грядка от Хитсад. Мы уже рассказывали вам о данной модели. Ссылочки оставим вам внизу в описании. Сегодня мы расскажем вам, как легко, просто и удобно выращивать рассаду в данной грядке. Рассаду цветов, овощей, а также зелень можно выращивать как непосредственно в самой емкости, так и в специальных ящиках для рассады. Именно в них мы сегодня и будем сажать. Рассаду цветов, овощей, а также зелень можно выращивать рассаду в данной грядке. Для прорастания некоторых видов семян нужна специальная досветка. На эту грядку она легко и просто монтируется. Также у этой грядки есть суперфункция, можно включить обогрев. Если ваша теплица находится на прохладной лоджии, вы не будете бояться за то, что ваша рассада замерзнет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok